Драйвер горячий, а теперь пониже чистоту и проверю, на более низкой чистоте ли он будет нагреваться. Потому что теперь горячий. Я удивлён, как фунты крутые делает. Пусть из-за опоздания. Остыл уже. Теперь включу на более низкой частоте. Он будет греться. Замерю частоту, пока он греется. 1,4 МГц. 4,7 МГц. Чистота низкая. Вроде бы и не греется. Вот. Может, немножко. Нагревается всё-таки. 1,4 МГц. 1,4 МГц. Вроде бы и не греется. Но слабо греется. Какой-то максимальная частота уже не помнит. 3,5 МГц. 3,5 МГц. 3,5 МГц. 4,5 МГц. вот замерюсь того генератора своего и на комплементарной паре частоты и фронты потом посмотрю 38 тут надо выставить 38 вот на такой частоте не греется микросхема вот четыре мегагерца там 384 тоже немножко можно тут нем на немного оборотный поэтому трубы вот тут 38 там 3 8 теперь сравним и тут горячий вот такие фронты драйвер горячий 10 на на секунду клетка выключаю теперь нужно включить вероятно тут нужно минус провести к тому минусу то минус долго идет вообще через коаксиа лучше провести может поэтому греется там какие-то индуктивности создаются так теперь драйвер отключу и подключу к тому но next миллион а orte Так, а тут вот что происходит. Вот нет таких крутых фронтов. Фронт закрытия какой-то. Вообще больше все тут на синус похоже, но тут амплитуда меньше, потому что там 12 вольт, тут 8 вольт. Но фронт открытия это я специально не хотел его большого делать, а вот фронт закрытия это не хорошо. Потому что он такой вот, это не такой какой надо. Так что, видимо, драйвер есть драйвер. Все-таки лучше. Там, может, и можно еще там добавить транзистор, который для закрытия, чтобы еще больше закрывал. Я там есть, но не знаю. Пока-то не так критично. Но если бы высшую амплитуду сделать, тогда вот фронты тоже круче выглядят. Тут, может, есть салографа немножко. Может, вот фронт закрытия какой-то совсем нерезкий. Нужно какой-то транзистор, может, помощнее для закрытия поставить. Я, может, в параллель попробую еще один поставить. Поехали. Поехали. Extreme. Нет. Не знаю.